Девушки отдыхают Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, полковник Александр Александрович Волков, родился 27 мая 1948 года в городе Горловко Донецкой области. В 1966 году поступил в Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков, служил в учебном авиационном полку этого училища летчиком-инструктором. Александр Волков, член КПСС. В 1976 году он был принят слушателем-космонавтом в Центр подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина, а также в Школу летчиков-испытателей. За время летной работы Александр Волков освоил более 20 типов самолетов и их модификаций. Имеет общий налет 2100 часов. С 1979 года готовится к космическим полетам. Свой первый космический полет Александр Волков совершил на орбитальную станцию Салют-7. В феврале этого года Волков был включен в экипаж для подготовки к совместному советско-французскому полету. Волков женат, у него два сына. Бортинженер Сергей Константинович Крикалев родился 27 августа 1958 года в городе Ленинграде. В 1975 году поступил в Ленинградский механический институт. Много занимался авиационным спортом. Он мастер спорта по высшему пилотажу. Работал авиатехником в Ленинградском аэроклубе. Сейчас Сергей Крикалев работает в конструкторском бюро, принимает участие в испытаниях новой техники, управлении космическими полетами. Крикалев прошел полный курс общекосмической подготовки. После сдачи экзаменов он получил звание космонавта-исследователя. В этом году Сергей Крикалев включен в состав советско-французского экипажа в качестве бортинженера для полета на космическом корабле «Союз-ТМ» и орбитальной научной станции «Мир». Крикалев – «Холост». Космонавт-исследователь, бригадный генерал, герой Советского Союза Жан-Лук Ритьен родился 20 августа 1938 года в городе Ла-Рошель во Франции. После окончания военно-воздушной школы 7 лет служил летчиком-устребителем боевых частей ВВС Франции. Затем был слушателем школы летчиков-устребителей. Отвечал за программу испытаний самолета «Мираж-Ф-1». Имеет общий налет более 5000 часов. В 1980 году Критьен был направлен в Советский Союз для подготовки к совместному советско-французскому космическому полету. Прошел полный курс подготовки к космическим полетам на корабле «Союз-Т» и орбитальной научной станции «Салют-7». С 25 июня по 2 июля 1982 года Жан-Лук Ритьен совместно с космонавтами Владимиром Джанибековым и Александром Иванченковым совершил свой первый космический полет на корабле «Союз-Т-6». Корабль был состыкован с орбитальным научным комплексом «Салют-7». С 1982 года Жан-Лук Ритьен – руководитель космических полетов Национального центра космических исследований Франции. Руководитель отряда летчиков-испытателей, создающегося во Франции космического корабля «Гермес». В 1986 году Жан-Лук Ритьен готовится ко второму совместному советско-французскому космическому полету. Жан-Лук Ритьен женат. «Нам предстоит совершить полет на корабле «Союз-Т-6» и «Станции-Мир». За два года, проведенных моими товарищами в «Звездном городке» для подготовки к работе в космосе, я еще сильнее убедился в том, что франко-советская дружба является не просто фразой, а реальностью, согреющей наши сердца и обогащающей наши страны. Я искренне благодарен тем, кто в Советском Союзе и Франции способствовал успеху этого полета, как в политическом плане, так и в научном и техническом аспекте. Я сделаю все возможное, чтобы этот полет моими товарищами стал образцовой экспедицией и новым свидетельством высокого уровня советско-французского космического сотрудничества. С наблюдательного пункта Франсуа Миттеран связался с бортом космического корабля «Союз ТМ-7». Президент Франции приветствовал экипаж корабля, пожелал успешного старта, а Жан-Лу Кретьену передал привет от его близких, жены, сына, которые присутствуют на старте. «Вы похожи сейчас на современного рыцаря в космических доспехах», — сказал Франсуа Миттеран. «Я считаю, что Франции нужно больше таких мужчин. Участие космонавтов Франции в орбитальных полетах совместно с Советским Союзом должно быть постоянным. Эта работа приносит большую пользу народам обеих стран. Эта работа приносит большую пользу и Советскому Союзу, и Франции». Франсуа Миттеран пожелал успешной работы всем членам советско-французского экипажа на орбите, возвращению на Землю.